МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ширина колеи. Ее еще называют русской, объединяющей Россию, страны СНГ и Балтии. Однако стратегическое партнерство 1520 только этими регионами не ограничивается. Форум давно шагнул и в Европу, и в Азию. В этом году он собрал более тысячи специалистов из 29 стран. Представителей 345 компаний, органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. Форум вновь подтвердил свой статус крупнейшей железнодорожной бизнес-площадки Евразии. И это, несмотря на непростую политическую ситуацию в мире, а также разногласия, которые есть у России с Западом. Нашу политику, мягко говоря, не очень много стран поддерживает. Но количество и качество представительства иностранного, которое здесь находится, показывает, что мы должны говорить о поддержке со стороны политических элит. Это одна история. И мы должны говорить о понимании со стороны граждан западных стран и представителей бизнеса заданных стран. И, по всей видимости, здесь прослеживается явный разрыв между декларациями политических элит и теми конкретными действиями, которые осуществляют граждане и представители бизнеса этих же стран. Эти слова подтверждают и присутствие представителя научного сообщества из США, профессора экономики Вильмингтон-колледжа Фагаи Стива Сжеги в составе независимых директоров форума. Неофициальный орган ежегодно оценивает объективную картину работы бизнес-площадки. Традиционно в него входят авторитетные эксперты, не имеющие прямых интересов в сфере железнодорожного транспорта. В этот раз в качестве независимых директоров, помимо господина Сжеги, выступили председатель наблюдательного совета компании «Филлипс» Джейрон Ван дер Вейер и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей председатель Совета основателей деловой России Борис Титов, а также генеральный директор Центра международной торговли Владимир Саламатов и глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. За главной темой глобальной конференции стал закон ОМО, закон физики, определяющий взаимосвязь электродвижущей силой источника напряжения силой тока и сопротивлением проводника. Используется здесь этот закон как метафора. Она раскрывает суть возможностей железнодорожного коридора, связывающего Евросоюз со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, скорость доставки грузов – это сила тока. Она прямо пропорциональна качеству железнодорожной инфраструктуры, то есть проводимости, и обратно пропорциональна уровню тарифных и нетарифных барьеров, другими словами, сопротивлению. В решении этого уравнения заинтересованы все участники процесса. Помочь обещают и в правительстве. Сила тока прямо пропорционально напряжению, обратно пропорционально сопротивлению. Сопротивлению мы снижаем всеми возможными способами. А повышать напряжение – это провоцировать спрос, привлекать новых грузоотправителей в нашу транспортную систему. Мы только за и все необходимые усилия для этого будем предпринимать. Важность политической воли, исходящей из самого верха, сложно переоценить, особенно в такой финансово затратной, наукоемкой и, в принципе, глобальной сфере, как развитие железнодорожной отрасли. Шурик говорит, надо, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Вот у нас возможности в 2000-е годы начали появляться, но желания как-то государства инвестировать в инфраструктуру отсутствовало. Видимо, благодаря тому, что в нашей такой официальной экономической школе, которая тогда проповедовалась правительством, в общем, тезис был о том, что достаточно создать необходимый инвестиционный климат, контролировать инфляцию, и инвестиции, значит, огромным потоком польются, в том числе и в транспортную инфраструктуру. И таким образом задача будет решена, хотя все понимали и понимают, что без транспортной инфраструктуры вообще развитие бизнеса, развитие экономики, оно по существу невозможно. В заключении пленарного заседания из уст главы РЖД Владимира Якунина прозвучало пока еще новое даже для многих специалистов понятие – пояс развития. Он подразумевает не просто перемещение груза или пассажиров по железной дороге из точки А в точку Б. На протяжении всего своего пути такая магистраль становится стимулом к развитию населенных пунктов, целых регионов, образованию новых рабочих мест и модернизации промышленности. Глава РЖД подчеркнул важность проекта трансевразийского пояса развития для России. Поскольку мы сегодня с транспортной точки зрения рассматриваем закон ОМА, хочу вам напомнить, уважаемые дамы и господа, что есть понятие сверхпроводимости. Так вот, пояс развития – это создание условий сверхпроводимости для взаимодействия экономического, политического и социального различных стран. Число условий для сверхпроводимости, безусловно, входит и создание сети высокоскоростных магистралей. И за прошедший год, с момента принятия решения о строительстве ВСМ, этот проект из чистого транспортного железнодорожного стал драйвером развития экономики страны. Магистраль протяженностью свыше полутора тысяч километров и скорости, превышающей 400 километров в час. Уже сейчас подсчитано, что только за первые 10 лет эксплуатации высокоскоростной магистрали будет создано 370 тысяч рабочих мест, а рост ВВП составит 11,7 миллиардов рублей. Это 1% – самый высокий показатель отдачи из всех инфраструктурных проектов. Прогноз внушительный, его обоснованность проверили уже неоднократно, поэтому в том, что ВСМ в России необходимо, убеждать уже давно никого не нужно. ВСМ в России будет. Проект сегодня получил поддержку всех политических сил. Вопросы теперь другого характера. Как обеспечить его реализацию на законодательном уровне? Упростить, например, вопросы изъятия земельных участков под места прохождения трассы? И главное – откуда взять деньги на реализацию проекта? Мы, как законодатели, готовы включиться в борьбу, Александр Сергеевич, за корректировку бюджетов 2014 года, если таковые корректировки будут. Потому что у нас есть предпосылки для того, чтобы были получены суммы, необходимые и достаточные для того, чтобы запустить процесс активного проектирования и инженерно-изыскательских работ. По нашим оценкам совместным, там заявлена цифра порядка 6 миллиардов рублей. И чем скорее этот вопрос будет решен, тем раньше откроются другие перспективы, связанные уже с созданием Евразийского экономического союза. Так выглядит участок Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург с позиции реализации крупных уже проектов в рамках трех государств. Это еще одно новое направление, которое не только поменяет качество жизни уже в России, но, безусловно, создаст дополнительные интеграционные возможности с нашими братскими странами и в Казахстане, и в Белоруссии. Новые СМ могут стать и частью интермодального сообщения, развитие которого обсуждали на одной из секций. А главная задача такой системы – сэкономить время, а порой и деньги пассажира за счет верно выстроенных маршрутов и упрощенных пересадок с одного вида транспорта на другой. «Транспортно-пересадочные узлы становятся реально самостоятельным видом транспорта. И, к сожалению, у нас здесь тоже масса проблем. В транспортно-пересадочном узле, как правило, много участников. Железнодорожники, авиаторы, городской транспорт, различные частные компании. И, конечно, здесь нам нужны тоже нормативные документы и система по организации работы транспортного пересадочного узла и, по сути дела, оператор. Это отдельный вид перевозки, как это сегодня есть в грузовой логистике». Другим вектором концентрации внимания на бизнес-площадке 1520 стали вопросы машиностроения. «Сегодня в России оно развивается преимущественно путем создания отечественными предприятиями совместных производств с зарубежными партнерами и развивается весьма успешно, задавая вместе с тем новые тенденции рынка». «Предлагать уже не сам локомотив, а услугу в виде предоставления локомотива в полном комплексе с его обслуживанием, с его поддержанием в рабочем состоянии». В рамках той же секции Институт проблем естественных монополий презентовал данные исследования по перспективам обновления парка локомотивов и привлекательности их закупки в лизинг. «Лизинг способен удвоить существующие закупки локомотивов. Не там 450-460 локомотивов, как сейчас, а тысячу локомотивов можно закупить. При этом речь идет о дополнительных локомотивах. Вот дополнительно 550 локомотивов создают более 8 тысяч рабочих мест в экономике и приносят в ВВП более 100 миллиардов рублей. Субсидировать надо именно инвес-программу национального перевозчика, поскольку эффект масштаба позволяет, дополнительная тарифная нагрузка будет незаметна». Но представители заказчика призывают быть осторожнее, дабы в попытке покрыть дефицит локомотивов не создать их переизбыток. Печальный опыт с излишком грузовых вагонов на сети уже есть. «Вот у меня очень большое опасение, что мы опять сделаем себе турбулентность, но уже в локомотивном комплексе. Этого допустить нельзя. И если мы проговорим все время за веночами, я считаю, надо остановиться, оглянуться, нужны нам эти тысячи локомотивов или 800 или сколько, баланс, экономика, этого нет у нас, к сожалению». Профицит вагонов на сети РЖД заставляет экспертов думать над тем, как снизить количество подвижного состава, заменив его при этом на инновационный, с улучшенными показателями по вместимости, межремонтному пробегу нагрузки на ось, а значит и по изнашиванию инфраструктуры. Естественно, инновационные вагоны дороже обычных, и потому оператору в погоне за сиюминутным эффектом легче и выгоднее делать ставку на уже имеющийся парк. В долгосрочной же перспективе большую роль играет уже не только дешевизна, но и особенную важность приобретает надежность. «Исходя из этого, если мы выстроим такой вот на хотя бы десятилетие взгляд потребителя, взвешенной, не одной какой-то компанией грузовладельца, а совокупности грузовладельцев, рассмотрим более широко вопрос с транснациональными перевозками, контейнерами и перевозками, которые являются сборными различных грузов с разными точками назначения, то, наверное, будет выработан какой-то подход, который позволит четко определить интересы каждого участника и граничные условия». Эта тема требует отдельного рассмотрения, вплоть до рассмотрения рода груза. Там зерно, автомобили, там лес, еще что-то. Как сделать такие шаги, чтобы вернуть то, что ушло уже с дорожного транспорта, вернуть обратно на российские железные дороги. Загруженность стальных магистралей – это негативный технологический фактор во взаимоотношениях участников всего перевозочного процесса. Решению этой проблемы поможет договор оферта на услуги управления порожними вагонами по обезличенной технологии. Его разработали РЖД. В соответствии с этой технологией перевозчик берет под управление вагон после его выгрузки. Затем разрабатывает оптимальную логистику для подачи его под погрузку. К договору может присоединиться любой оператор подвижного состава. Так или иначе, рынок находится на этапе становления, в чем нет ничего удивительного или страшного. Но важно уже сейчас определиться на более стратегическом уровне, ответить на вопрос, что хочется получить в итоге – бизнес, приносящий доход или сегмент отрасли, несущий ответственность перед страной. Самое правильное для железной дороги сегодня, я думаю, что нам нужно и новый тариф образования строить и все делать, это одно – выгодно это или не выгодно. А если его считает железную дорогу как, при таких территориях, как социально важная вещь, то его нужно так и воспринимать. Об узких местах на сети, нетарифных барьерах, другими словами – сопротивлении, которое необходимо снижать, говорили и в рамках экспертного диалога о логистике 1520 – транзитная формула доставки. К решению проблемы решил подключиться и российский парламент. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который должен увязать всех участников транзитной цепочки. Кроме того, в документе прописаны санкции для каждого из венев, независимо от ранга и статуса при невыполнении норм закона. Все государственные органы не очень нас поддерживают, мягко говоря, потому что там санкции против них. Впервые записаны не только тех игроков, которые есть. Ну вот маленький вопрос. Рожда говорит, ну мы перевезем. Ну нам надо, чтобы дали вагоны операторы. Поэтому мы там записали операторам. Не дашь вагон – каюк тебе. Значит, мы его сделаем и надеемся, что минимум 2 миллиона, 3 в ближайшее время, мы считаем, пойдет, значит, от контейнеров через территорию России. А это 4-6 миллиардов долларов дополнительных денег, рабочие места. Особое внимание на секцию уделили и объединенной транспортно-логистической компании. Уже действует проектный офис у ТЛК, и все готово к началу работы самого оператора континентального масштаба. Компания, которая создается Россией, Казахстаном и Белоруссией, с одной стороны, должна предоставлять традиционную услугу, которая в срок по назначению и с гарантией доставки. С другой стороны, этот игрок рынка должен быть достаточно мощным для того, чтобы осуществлять глобальный транзит. Большой груз идет все равно по морю или по небу. И чтобы его вернуть на железную дорогу и привести его в тех объемах, чтобы он реально приносил доходы и развивал пространство 1520, для этого нужен игрок, который бы мог с старыми традициями и с новыми возможностями предложить эту услугу для рынка. В зоне внимания большой встречи в Сочи оказались и вопросы ремонта. С 1 июля Российские железные дороги передают услуги по сервисному обслуживанию локомотивов на аутсортинг. И это открывает новые возможности перед многими игроками рынка. В борьбе за право предоставления этих услуг для РЖД сегодня готовы конкурировать компании с мировым именем. Мы требуем повышения качества, снижения отказов. Мы не платим за те услуги, которые не имеют требуемого качества. В то же время есть система штрафных санкций за состояние подвижного состава, состояние поезда, САПСАН, к примеру. И это очень хороший позитивный результат. Мы начинаем чувствовать функционирование рынка. Форум «Стратегическое партнерство 1520» является бизнес-площадкой. Именно здесь заключаются крупнейшие договоры и соглашения. В этот раз совокупная стоимость контрактов составила 140 миллиардов рублей. А, пожалуй, самым заметным стало подписание соглашения между российскими железными дорогами и Трансмашхолдингом. В документе прописана поставка на сеть РЖД в ближайшие несколько лет магистральных пассажирских и грузовых электровозов и тепловозов, а также маневровых тепловозов. Переход к практике подписания многолетних соглашений – это новый этап в развитии сотрудничества перевозчика и производителя техники. До сих пор подобные договоренности закреплялись лишь в отношении отдельных инновационных моделей. «Мы не подписываем никаких деклараций относительно новых локомотивов. Мы подписываем то, что у нас утверждено Советом директоров, что у нас принято правительством с точки зрения перспектив обновления тягового подвижного состава. То есть это подтверждение тех планов, которые у нас сегодня существуют». «Как на бизнес-форуме стратегической партнерства подписывать такие долгосрочные соглашения. Порядок – это порядок 100 миллиардов рублей, около 1000 локомотивов. Но разбивку я, конечно, сейчас не отвечу». Кроме того, меморандума взаимопонимания подписали РЖД Интернешнл и Альстон Транспорт РУС. Компании будут сотрудничать в вопросах развития и использования инновационных подходов в сфере железнодорожного транспорта на международных инфраструктурных рынках. «Я надеюсь, что это пока первый шаг, но это очень важный первый официальный шаг для того, чтобы вместе с компанией Альстон выходить на рынки третьих стран. Тем более, что у них опыт достаточно большой. И используя, опять же, вот эти выигрышные моменты, которые есть у нас, которые есть у них, мы будем это использовать». Проектные офисы ТЛК и DHL Global Forwarding заключили два дополнительных соглашения. Поправки ускорят развитие железнодорожных маршрутов на направлении Китай-Европа-Китай. Компании совместно обещают предложить уникальную услугу в сфере транспортно-экспедиторских услуг, организуя доставку контейнеров от двери до двери. Не прошли и мимо такой важной темы, как питание в поездах. Был подписан протокол о намерениях по вопросам сотрудничества в этой сфере, логистики и коммерческих услуг в общественном питании в России. Подписи под соглашением поставили представители РЖД, Найтсбридж Групп и Кремонини Групп. В состав Найтсбридж Групп входит более 25 компаний из самых разных секторов экономики, а Кремонини Групп – одна из ведущих продовольственных компаний в Европе. Кроме того, договор о сотрудничестве подписали главный транспортный вуз страны «МИИД» с компанией «Сименс» и «МИИД» с «Евросхолдингом». В прошлом году в одной из главных, правда, неформальных дискуссий форума был вынесен вопрос, где теперь расположится площадка стратегического партнерства. Останется ли в Красной Поляне в роскоши олимпийского наследия или вернется к морю и пляжам на побережье? Так вот, форум вернулся к морю. Однако это не охладило интересы его гостей и участников к олимпийской инфраструктуре. Журналистам, освещавшим работу форума, выпала возможность совершить поездку на поезде «Ласточка» в Красную Поляну, посетить железнодорожные вокзалы «Адлер» и «Олимпийский парк» и оценить, в каких условиях наша страна принимала участников и гостей Олимпиады, а также, насколько инфраструктура и игр востребована после соревнований. И там же на форуме состоялось награждение работников РЖД за вклад в транспортное обеспечение участников и гостей зимних, олимпийских и паралимпийских игр. Итог про отделанной работе подвел президент компании Владимир Яконин. Это была огромная работа. Это 130 километров дорог в горах и прибрежной зоне, две горные станции, которые функционируют как пересадочные узлы. Это шесть тоннельных комплексов общей длиной 25,5 километров, 37 железнодорожных мостов, 41 автомобильный мост. За работу на третьем туннеле наши строители получили премию мировой туннельной ассоциации. И гости Олимпиады отмечали, как большое достижение создания этой инфраструктуры. Не было ни одного замечания, не было ни одного сбоя. Инфраструктура отработала так же хорошо, как до этого отработали строители, которые ее создавали. Девятый международный железнодорожный бизнес-форум в Сочи завершился. Говорят, редко какая площадка доживает до первого юбилея. Но в том, что этот случай станет исключением, и в следующем году, 15-20, вновь соберет экспертное сообщество, чтобы решать самые актуальные проблемы отрасли, сомнений не осталось, пожалуй, уже ни у кого. И свыше тысячи делегатов форума. Ну а организаторы форума, команда, компания и бизнес-диалог уже сейчас говорят о том, что знаю, чем будут удивлять гостей в 2015-м. Ну что же, время покажет ровно на год. С вами прощается программа «Стратегическое партнерство 1520». До новых встреч на своей колее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова